Добрый день, Наталья. Рад тебя видеть. Такую красивую, такую хорошую переводчицу нашу, да. Настя, что тебя видеть. Настя красивая женщина, наш транслятор. Я человек мира, ты знаешь. Я человек мира. Я человек мира. Я хочу, чтобы был мир в мире. Я хочу, чтобы было меньше кризисов и вой. Я хочу, чтобы меньше кризисов было у самого человека. Поэтому сегодня я буду показывать обещанный уникальный прием по методу Круч. Потому что все участники будущего мозгового штурма должны научиться управлять своим состоянием. should learn to control their state, their condition. Этот прием, который я покажу, он изобретен только недавно. Я его изобрел. This method that I will show, the technique that I will show you, it was invented recently. I am the author. Этот прием одновременно развивает изобретательская машина. This technique simultaneously develops your creativity, your creative mind, set of mind. За одну минуту снимает стресс. It removes stress within one minute. Научает человека управлять своим нервным напряжением. It teaches the person to control his nervousness, nervous tension. Тренирует вестибулярную систему. Trains the eyesight. Повышает стресс-устойчивость. Increases the stress resistance. Помогает в сложных условиях быстро принимать неординарные решения. It helps to make non-common decisions in extraordinary circumstances. Потому что для принятия неординарных решений нужно, чтобы человек был внутри, внутри себя глубоко спокоен. Because in order to make an extraordinary decision, an unusual decision, it is required that the person is very, very calm within. И в то же время сосредоточен. Но в то же время сосредоточен. Да. Я поэтому немножко расскажу историю. Это почему я позволю мне, я позволю мне, чтобы идти в обратную сторону, немного. Когда-то очень давно-давно, много лет назад, я был в Канаде. Многие лет назад, я был в Канаде. И там участвовал на радиопередаче 1010. И ведущий был мне незнаком. Я был там первый раз. Меня туда привел гольф-тренер Терри Мискози. И он помогал переводить. И он помогал все это обустроить. He helped me with this translation. And also, he helped to arrange everything. А ведущий был очень жесткий. And the host was a very, very tough person. Про него говорили, что он мог распилить на части человека, с которым разговаривал. И он мне задавал вопросы, и нас слушала вся Канада. Я ему рассказывал про метод ключ. Я ему показывал, как делается ключевой прием, стресс-тест. Да, как всплывают руки. что я это придумал в Центре Подготовки Космонавта. И вдруг в какой-то момент я заметил, что у него лицо сразу изменилось. Он стал такой доброжелательный. Для меня это была загадка. И он даже пригласил меня второй раз на эту передачу. Что это было очень необычно. И когда мы оттуда вышли, Терри Мискози мне объяснил, в чем было дело. И когда мы оттуда вышли, Терри Мискози мне объяснил, в чем было дело. Оказывается, мы сидели с ведущим друг к другу лицом. И я не видел, что происходит за моей стеной. А это была стеклянная стена. И там был оператор, который микшировал процесс. А ведущий сидел, смотрел и видел эту стеклянную стену. И оказывается, этот человек, который микшировал процесс, в какой-то момент попробовал прием. И вдруг ведущий увидел, как у этого человека всплывает рука. Поэтому я удивился, почему у него так изменилось лицо. Я же не был знаком с этим человеком. И тогда ведущий стал ко мне очень расположен. Вот эти приемы, которые я показывал. А это польский журнал. Это я был в Польше в Лошади. Это публично в Польше. Я был в Морсуле. Сколько Вам лет? Я был очень молодой. Я спросил, как молодой доктор Алив был. Он ответил, что я очень молодой. В Польше про меня писали много газет. Я участвовал в телевизионных передачах. В поле много новостей писали о мне. Я учился в много телевизионных shows. Проект продолжил 5 лет. Я пришел и пошел в Варсал. А вот здесь написано ключ. It says here in Polish language, the key method. Вот здесь ключ. In a strategic place. Я там еще работал по приглашению в такой компании, которая называется Amexim. I was invited by the company, the company's name is Amexim. Я тренировал бизнес тренеров. My job was to train business coaches. Я даже разговаривал в Варшаве по телефону, по телефону с Краковым. Я разговаривал со Станиславом Лемом. Even I had a telephone conversation with Станислав Лев, who was at that time in Krakow. Который написал сумму технологии. He wrote the sum of technologies. Да, фильм, который сделали Solaris. And after that, Solaris movie was made based on that. Андрей Тарковский делал фильм Solaris. By Андрея Тарковского. Да. Асаря, можно вопросик задать? Да, пожалуйста. Мистер Алиф, I would like to ask a question. Since I'm translating into English, I heard in one of your video clips that you have a book in English. If I could please see the front cover, if you have it. В одном из ваших видеоклипов вы упоминали, что ваши книги публиковали за рубежом. В частности, вы говорили, что есть на французском, на английском. Вот меня английский интересует, поскольку я на английский перевожу. О, отлично. Это французское издательство «Экономика». Да, я был в бренде пяти российских авторов в Париже. Да, вот английская. Это разные книги. These are different books. You see, I have snow in my hands. Да, вижу. Классно. I went to the city of Nizhny Novgorod after there was a massive fire there. So I helped people to recover from that massive fire. Да, и потом меня пригласили еще раз. Губернатор Нижнего Новгорода Шансов приглашал меня еще раз и еще раз. Губернатор Нижнего Новгорода, Mr. Шансов, he invited me again. So I went there again to help. Я по приглашению работал профессором кафедры здоровья и сбережения Института развития образования. In the Institute of Development of Education, I worked in the Faculty of Energy Saving as a guest professor, as a visiting professor. And the reason why I went to Poland was because I made a program, TV program, on one of the central channels. Там была передача 33 plus 1. The program's name was 33 plus 1. Это 33 международные журналистки и один человек, с которым они разговаривают. 33 интернациональные журналисты, plus 1 guest they were talking to. На первой их телепередаче этим одним человеком был Горбачок. During the first program, the first guest was Mr. Gorbachev. На второй телепередаче был Шевернадзе. The second program's guest was Mr. Шевернадзе. А на третьей телепередаче был я. And the third program's guest was me. So, naturally, after that, they invited me to come to Poland, and I was visiting Poland during five years and teaching Polish people. And the same way I was invited to Bulgaria. I have a lot of friends in Bulgaria since then. Also, I was participating in TV programs. Also, articles about me were published in Bulgarian newspapers. I was invited by the minister of foreign affairs of Bulgaria. His wife, Savko Bajciva, is a journalist. And his son, Bajan Bajciva, is a very nice guy. My gift to them was the name of the publishing house. They created that publishing house under this name. And this publishing house name is Homo Futurus. Yeah, yeah, yeah. Она напечатала четыре мои книги в Болгарии. This publishing house published four of my books in Bulgaria. And after that, it published dozens of books by other authors in Bulgaria. I'm giving a greeting to everyone in Poland, in Bulgaria. So, my best regards to everyone in Poland, in Bulgaria. And in Canada, in Great Britain. Everywhere where I have friends and everywhere where you guys are watching me. Once, a great inventor visited me. Dr. Nakamatsu. His name is Dr. Nakamatsu. He was the first inventor of flexible floppy for the computers. He is also the author of triangle wing for the fighter, air fighter. And he had more than 1,200 inventions. His business card said, Dr. Nakamatsu, over 1,200 inventions, Edison had less. My friend, Dima, who was working in AIF, he published an article about Dr. Nakamatsu, which was called Dr. Disk. He was responsible for the international department, he was head of the international department. Dr. Nakamatsu used to make inventions under the water. He used to dive inside the water, into the depths of the water. So, when he was out of breath, when there was no air left, because of that tension and in the state, in the condition of this tension, he made those inventions. Dr. Nakamatsu used to say, in order to invent, you have to spend a lot of, really a lot of energy. Dr. Nakamatsu used to say, in order to invent, you have to spend a lot of, really a lot of energy. And my input was that I taught him these key techniques with floating hands. That would allow him and any other person to be the inventor, to invent stuff without the necessity of diving into the water. That's why there is a slogan, inventing creative thinking, in the world of the men of the future, the Homo Futurus school. Because no matter who you are, a housewife, an engineer or a cosmonaut, you need to have inventing thinking ability. This is an ability to make unusual decisions in the shortage of time, when the time is short. Let me show you one of the techniques. Let me show you one of the techniques. This is the latest invention I made. And tomorrow I will invent something else, a new technique. Because I know how to turn my brain into the creativity generator. That's what people of the future should be like. And many participants of our school, men of the future, they are learning these techniques. Exactly, this technique will be used during our forthcoming brainstorming session with the aim of reducing the number of words in the planet. And next time I will tell you why it is easier to learn than to invent. Because learning is based on repeating. А изобретение основано на поиске. And the invention is based on search. Ну поэтому наука иногда называется по-другому поиск. That's why there's another name of science, research. И этот прием, который я сейчас покажу, развивает поисковое мышление. So this technique I'm going to show you, it allows you to be more creative in terms of search. To search more creatively for solutions. Которая, кстати говоря, у детей очень развита. Они всегда что-то изобретают. Они всегда что-то изобретают. Но родители по разным причинам иногда им запрещают изобретать. Говорят, не так надо делать, а вот так и начинают создавать штампы. Наша задача нашей школы — это сохранить у человека способность детского состояния свободы. The task of our school, the men of the future, is to maintain this ability of the person to remain a child. To keep that childish attitude towards inventions. And be able to create this condition of freedom while being an adult already. И вот этот прием, наконец. Here is this technique, finally. Пускай все попробуют. I welcome you to try to do it. It will take just one minute. Да. Поискать, поискать, какое они могут сделать движение, которое никогда в жизни раньше не делали. You are welcome to think and to make such a movement, such an action that you never did before. Just to think, you can think one, two, three, four different movements. Search between them and find the one that you have never done before. This technique will allow you to disrupt all the connections in your brain under the existing patterns. Любое движение. Можно на уровне пальцев. Можно делать, например, левой рукой то, что никогда не делал левой рукой, а делал только правой. It can be any movement. Можно телом поискать, можно головой поискать. Любое движение, которое ты никогда в жизни не делал. You can do it with your fingers. You can do it, for example, something with your left hand, which you normally do with your right hand, or vice versa. Or you can do some movement with your body. It has to be something that you think you have never done before. And then, через минуту этого процесса, потом сесть, сделать взгляд рассеянный и пустить мысли на самотерку. So you do this movement, you repeat this movement within 60 seconds, one minute. And after that, you sit down in a chair, you look up, not concentrating on some particular point, but just to looking somewhere in a relaxed way. And let your thoughts flow. Здесь одновременно происходит поиск, это требует большого напряжения. So here is a surge, which requires a lot of tension. And after that, after the tension, there is a relaxation because you are sitting and you are kind of doing nothing. Many people, after making this exercise, they immediately fall asleep, which proves that they lack some other people. Some other people, after doing this exercise, all of a sudden, they start crying. They start smiling or even laughing because they feel joy. This is how our brain works. The condition appears that was necessary for your body, for your brain to maintain, to restore the balance. This unique method, it does not exist in yoga or meditation or qigong or any other practice. And you can do it a few times a day, or you can do it a few times a day, a few days. The frequency is up to you. I'm not afraid of opening, disclosing such secret techniques openly like this. Because I sincerely want everyone to know them. This is a know-how. This is a know-how. Let everybody know, let everybody use it. And you are helping us a lot. Natalie, since you are helping us a lot, this is a homework for you to do this exercise at home, before our next session. And during our next session, I will ask you how you felt and what was the result. I will ask you during our, in the beginning of our next meeting, I will ask you how it went and what you felt and how it went. As I told you, I'm a painter as well. So my painting, through the eyes of the universe, will be looking at us, witnessing what we are doing. The reason why I mentioned my painting ability is because many people after doing this technique, they start to do creative activities that they never did before. For example, they start painting or singing or doing public speeches, something that they never done before. And in conclusion, I want to tell you that I was teaching the very first students of the outstanding author. Also, I will tell you more about this during our next meeting. Thanks a lot and see you next time. 6 11 10 13 10 14